В неволе эти млекопитающие очень быстро привыкают к человеку, легко поддаются дрессировке. При содержании вместе с другими дельфинами или даже тюленями, можно не волноваться, что они нападут, никакой агрессии они не проявляют. Касатки – самые дружелюбные по отношению к человеку хищные животные. Однако у касатки есть обратная сторона, которая проявляется в естественной среде обитания. Это кит-убийца. Всем привет! Вы на канале Познавая Мир. Приятного просмотра! Репутация опасного хищника широким вкусовым спектром возвела касатку в образ жестокого убийцы. Касатка является вершиной пищевой цепи в морской живой природе, которая практически не имеет соперников. Тем не менее, у касаток, как у очень высокоразвитых морских млекопитающих, в обиходе приняты сложные тактические и даже стратегические схемы, которые используются стаями для добычи пропитания. Касатки употребляют в пищу буквально все живое – рыбу, головоногих моллюсков, морских млекопитающих. Когда пищи достаточно, то касатка мирно выживается с другими китообразными, но в случае, если касатки проголодаются, то они без всяких раздумий нападают на любых китов, других дельфинов, лостоногих и даже пингвинов. Причем размер жертвы не имеет значения, если она велика, то касатки действуют всей стаей. Когда убить жертву одним ударом не получается, касатки выматывают ее, откусывая от ее тела куски мяса. Они впиваются зубами в горло китам, рвут его язык, кромсают плавники. Если на детеныша кита напали касатки, то спасти его уже невозможно, он обречен. Быстрые касатки, плавая со скоростью до 55 км в час, просто не могут быть настигнуты матерью, защищающей свое дитя. Ударом по льдине они опрокидывают воду дремлющих тюленей. Окружая стадо дельфинов или моржей, касатки методично уничтожают его по частям. Глядя на охотящихся касаток, нельзя не восхититься тому, как слаженно и хладнокровно они действуют. Когда одна касатка не может достать жертву, то ей на помощь приходят другие. Поразительно, но складывается впечатление, что касатки просто любят убивать. Они сталкивают тюленя с одной стороны льдины, чтобы он попал в пасть сородичей, находящихся по другую сторону. Никто не тянет одеяло на себя, не торопясь они плавают вокруг льдины, на которой нашел последнее пристанищестью лень. Поднимают морду из воды, как бы убеждаясь, что жертву не предпринимают попыток скрыться. Накатывают большие волны, пытаются смыть беднягу со льда. Касатки обладают сложной социальной организацией. Самки с детенышами обоих полов составляют семью. Несколько семей собираются вместе и организуют стаю. Члены стая очень сильно привязаны друг к другу. Отношения между ее членами очень теплые и дружелюбные. Здоровые касатки помогают больным или старым. В охоте принимают активное участие взрослые и сильные особи, тогда как санки с детенышами находятся в стороне, но тем не менее участвуют в трапезе. Ну а если член стаи чем-то недоволен, то максимум, что он сделает, это возмущенно хлопнет плавником по поверхности воды. Касатка распространена практически по всему мировому океану, встречаясь как вблизи берегов, так и в открытых водах. Но придерживается в основном 800-километровой прибережной полосы. В ареал не входят Черное, Азовское, Восточно-Сибирское и Море Лаптевых. В тропиках она встречается реже, чем в холодных и умеренных водах. В России обычно у Курильской гряды и у Командорских островов. Ученые выделяют две разновидности касаток – домоседы и транзитные касатки. Домоседы – это касатки, питающиеся преимущественно рыбой, и лишь в некоторых случаях поглядывающих на лостоногих. Этот тип касаток объединяется в группы до 15 особей, идущих цепью и выискивающих стаи рыб. Справедливости ради стоит заметить, что эти домоседы или резидентные касатки совсем не соответствуют прозвищу китов-убийц. Их поведение и способ кормления напоминают горбатов китов. Второй тип касаток – это транзитные касатки. Вот это самые настоящие убийцы. В их рационе другие дельфины, киты, лостоногие, каланы, морские львы. Транзитные касатки собираются в меньшие группы по сравнению с домоседами. Группа состоит из трех-пяти особей. Отличительной особенностью такой группы является ее молчаливость, так как млекопитающие, на которых охотятся касатки, могут услышать их голоса. Охотясь на тюлени, касатки используют естественные укрытия в рельефе дна. Причем в засаде сидит один самец. Остальные члены группы ждут на расстоянии. При охоте на морских львов касатки выбрасываются на берег, достигая животных врасплох. Этот способ охоты является наиболее зрелищным, его регулярно можно наблюдать на берегах Патагонии. При атаке кита участвуют самцы, пытаясь потопить жертву, не давая ей всплыть на поверхность, чтобы вздохнуть. А при нападании на кашелота, наоборот, подталкивают его на поверхность, чтобы он не спрятался на глубине. Размеры добычи транзитных касаток часто превышают объем, который они могут съесть за один раз. Поэтому касатки не съедают кита целиком, а пожирают язык, горло и губы. Во время охоты взрослые особи демонстрируют молодым приемы охоты, которые применяет данная группа. В сутки касатке требуется до 150 кг пищи, и недостатка в ней не бывает. Единственный период, когда касатки становятся очень раздражительными и агрессивными, это период размножения. Естественные среди обитания касатки не проявляют страха перед человеком, но случаев нападения задокументировано не было. Достоверных случаев гибели человека в результате нападения касатки в дикой природе неизвестно, что свидетельствует о том, что как еда человеком безинтересен. Вопреки представлениям о касатках, как о больших и дружелюбных дельфинах, неволе они периодически проявляют агрессию. Известны отдельные случаи гибели дрессировщиков от нападения касаток. Прожорливость касаток известна, им нужно очень много и часто есть. Если касатка не получает достаточного количества мяса, она может нападать на кого угодно. Тем не менее, все задокументированные случаи нападения касаток на людей, в том числе с летальным исходом, не ставили перед собой целью пропитания. Расследование случаев агрессии касаток сотрудниками океанариумов для восстановления причин агрессии показало, что нападения на людей, в том числе на тех из них, с которыми нападавшие ранее поддерживали дружеские отношения, происходили либо из-за разлуки касаток с их супругами и детенышами в решении руководства океанариумов, а также от тоски вследствие одиночества и отсутствия полового партнера в брачный сезон, либо от стрессовых факторов пребывания в неволе. В ряде случаев установить точную причину нападения не удалось, и они были отнесены к проявлению немотивированной агрессии. Касатки неизлобливы, но мстительно запережитые из-за пострадавших сородичей. Члены стаи, пострадавших от китобойного промысла, затаивают обиду и могут впоследствии умещать ее на встреченных ими плавсредствах, эквивалентного размера запомненным ими молотоннажно-китобойных судов. Опыт изучения зафиксированных случаев нападений зарубежными исследователями свидетельствует, что атаковать плавсредства касатки могут, даже если они крупнее их самих. При этом сами китобои в их восприятии не ассоциируются с судами, на которых они ходят, что говорит о том, что касатки воспринимают суда как самостоятельную сущность, а не рукотворное средство людей, и объектом своего отомщения они выбирают именно суда, а не людей. К людям на плавсредствах они относятся нейтральным. Точные данные об общей численности касаток отсутствуют, минимальная общая численность оценивается в 50 тысяч касаток. Местные популяции предположительно оцениваются 25 тысяч в Антарктике, 8,5 тысяч в тропических широтах Тихого океана, 2,5 тысячи на северо-востоке Тихого океана, от 500 до 1500 у берегов Норвегии, и до 2000 у берегов Японии. Спасибо за просмотр! Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok